Героями сегодняшнего видео будут кодеки. Это Apple ProRes 422 и H.264, самый популярный на сегодняшний день кодек. Вообще, я хочу подробно рассказать, зачем тебе прокси в Final Cut и зачем тебе оптимизированные медиа. Наверняка ты хоть раз задумался, зачем нужны галочки, которые можно поставить вот здесь. Итак, тема сегодняшнего видео H.264 и кодек Apple ProRes 422. Final Cut Pro может воспроизводить множество форматов мультимедиа, а также предоставлять опции для преобразования твоего видео в другой формат, чтобы сделать его пригодным для редактирования. Это может понадобиться, если у тебя слабый комп или очень тяжелые видеофайлы, например, снятые в 4K 60fps. Для начала спрошу, ты ведь в курсе, что твоя камера при записи видео сжимает поступаемый в него видеопоток при помощи кодека, самого популярного кодека на сегодняшний день, это кодек H.264. Это на сегодняшний день самый популярный кодек для компрессии видео, он просто повсюду. Его используют для сжатия видео в интернете, Blu-ray, телефонах, камерах наблюдения, дронах, в общем везде. Все сейчас используют H.264. Он появился в результате 30-летней работы с одной единственной целью – уменьшение необходимой пропускной способности канала для передачи качественного видео. А теперь немного сложного текста. Видео в несжатом виде – это последовательность двухмерных массивов, содержащих информацию о пикселях каждого кадра. Таким образом, это трехмерный массив байтов, двух пространственных измерений и один временной. Каждый пиксель кодируется тремя байтами, один на каждый из трех основных цветов – это красный, зеленый и синий. Таким образом, 1080p при 60 ГГц равно 1920 умножить на 1080 умножить на 3, что примерно равняется 370 мкбит в секунду за ночь. Короче, это сложно, просто поверю на слово, что без сжатия было бы практически невозможно на что-то снять. Даже Blu-ray диск на 50 ГБ мог бы вместить всего-навсего пару минут видео. Apple ProRes 422 – семейство проприетарных кодеков. Проприетарные, кто не в курсе, это частное программное обеспечение, являющееся частной собственностью авторов или правообладателей. В данном случае – компания Apple. Так вот, этот кодек также предназначен для сжатия, но с наименьшими потерями, чем H.264, разработанный компанией Apple Inc. и впервые представленный в апреле 2007 года в видеоредакторе Final Cut Studio. Основные применения монтажа видео – стандартная и высокая четкость, а также цифровых киноформатах до 4К во время постпродакшна. Соответственно, объем этого видеофайла будет гораздо большего размера. Вообще, если коротко, то H.264 можно сравнить, например, с опытным туристом, который выкидывает из рюкзака все лишнее и оставляет все самое необходимое. А Apple ProRes набирает в рюкзак все, что только можно взять. Этот метод отбрасывания ненужных участков называется сжатием данных с потерями. H.264 кодируется с потерями, отбрасывая менее значимые части и сохраняя при этом важные. Теперь вернемся в Final и посмотрим его возможность конвертировать видео. Если вы импортируете видеофайл в монтажку стандартным способом, то при этом Final Cut каждый раз тратит ресурсы компьютера на разжимание сжатых кодеком файлов. Избежать эти процессы можно двумя способами – декодировать видео до начала монтажа. Первый способ – это создание оптимизированных медиа. Эта опция перекодирует видео в формат кодека Apple ProRes 4.2.2. Для чего это нужно? Это обеспечивает лучшую производительность при редактировании видео, быстрый рендеринг и лучшее качество цвета. Только не стоит думать, что у тебя улучшит качество снятого материала. Естественно, оно останется таким же, как в исходнике, просто видео будет не таким сжатым, как при кодеке H.264. При этом надо понимать, что видеофайл у тебя получится гораздо большего размера по сравнению с исходником. Второй вариант – создание прокси. Этот параметр создает файл прокси видео. Видео перекодируется в формат с названием Apple ProRes 4.2.2 Proxy Codec, которые уменьшены в размере по разрешению в 4 раза, а значит занимают значительно меньше места для хранения, чем оптимизированные файлы. Либо, например, это можно понять здесь, что это у тебя 4К разрешение, импортируешь в прокси, он у тебя в 4 раза меньше по соотношению сторон. Итак, видео перекодировались, теперь для того, чтобы работать с ними, тебе нужно нажать вкладку View и отобразить прокси медиа. Нажимаем галочку и видим, что большинство файлов у нас превратилось в такие красные квадраты и монтажка их не видит. Это значит, что они сейчас скрыты и они не прокси, а файлы, которые отображаются, это файлы перекодированные. Я хочу показать на примере, как выглядит оригинал файла. Для того, чтобы увидеть, где он находится, нажимаем правой кнопкой Review and Finder. Вот у нас оригинал файла. Выглядит он таким образом, снят он в Full HD. И я хочу показать тебе для сравнения, как выглядит файл прокси медиа. Он находится непосредственно в проекте, в который ты перекодировал. В данном случае у меня это ивент, библиотека, вернее, остальное. Правой кнопкой мыши щелкаем показать содержимое пакета. Здесь ищем ивент. Я уже рассказывал, что ивенты это отдельные папки. Вот у нас папка Peter. Прокси у нас находится в Transcode Media. Вот у нас прокси медиа. Ищем этот же файл 749. Ну, собственно, можно открыть любой. Давай откроем тот же самый. И вот это прокси, созданная программой Final Cut. Буквально в два клика. Разница налицо, да? Надеюсь, я понятно объяснил. Немного замутно, но просто стоит посмотреть на то, что перекодированный файл в прокси, это в 4 раза меньше файл с форматом, чем оригинальные видео. Пожалуй, на этом все. Здесь как бы объяснять особо и нечего. В Final Cut переконвертация в прокси реализована настолько просто, что это делается буквально в два клика. Ты видел все сам. А на этом все. Подписывайся на канал, если тебе это нужно. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok